Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 19 главу. Когда Иисус окончил Салавасии, то вышел из Галилеи и пришел в предел Иудейский, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и Он исцелил их там. И приступили к Нему фарисеи, и, скушая Его, говорили Ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ, «Не считали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посимо оставить человек отца и мать, и прилепиться к жене своей будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал того человека, да не разлучает». Они говорят Ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей, по жестокосердию вашему позволю вам разводиться с женами вашими». А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Вопрос о том, по какому поводу развод допустим, был предметом спора между различными школами фарисеев. И были сторонники более жесткого такого подхода, когда считалось, что только что-то очень серьезное, типа супружеские измены, может быть поводом для развода. Были более мягкие люди в этом отношении, которые говорили, что не сошлись с характерами. Значит, можно и развестись. Была школа Рави Гилеля, которая была более мягкой и считала, что закон должен подстраиваться под реальные нужды людей. И школа Шамая, которая настаивала на строгом буквализме. И Господь Иисус, вероятно, казался его современником кем-то более близким к школе Гилеля, кем-то, кто готов был подойти неформально, поставить людей и их нужды над буквой закона. И они ожидали от него такого щедрого разрешения, что, ну, ладно, раз не сошлись с характерами, значит, не сошлись. Значит, по всякой причине можно. И ответ Господа звучит неожиданно для них всех. И неожиданно даже для современного человека Господь указывает на начало творения. И Он говорит, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей будут два одной плотью. Что Бог сочетал, того человек не разлучает. Господь запрещает разводиться. Господь запрещает оставлять жену. И это тоже одна из областей такого резкого несогласия между мирской этикой, между этикой того мира, где мы живем, и библейской этикой. В миру постоянно считается, что, ну, не сошлись с характерами, значит, можно развестись. И это можно видеть постоянно, как мужчина, который достиг, там, лет сорока, и его супругу уже не выглядит на двадцать лет, он находит себе какую-нибудь более молодую женщину и к ней уходит. И Слово Божие говорит, что это тяжкий грех, это недопустимо, нельзя себя так вести. Бог верен, и Бог требует верности от всех нас. Мы не должны бросать друг друга. Если мы взяли на себя такие брачные обязательства, мы должны их придерживаться до конца, пока смерть не разлучит нас. И для мира вокруг нас это жесткая очень новость, которую люди с большим трудом в состоянии перенести, потому что у нас огромное, огромное количество разводов. Я сейчас не помню точно статистику, но огромное. И люди считают, что это в целом нормально. Вот Библия говорит, что это ненормально, что это грех, что это нарушение воли Божией о том, чем должен являться брак. И, конечно, очень часто Евангелие застает человека уже в состоянии, когда он много чего наделал в своей жизни, у него там были браки, были разводы, и, конечно же, Евангелие — это благая весть о прощении грехов. И человек получает возможность начать жизнь с чистого листа. Но для того, чтобы получить это прощение грехов, нужно признать грех грехом. Нужно признать, что развод — это то, что абсолютно противно Божьему замыслу о браке, и впредь жить уже не оставляя ни жены, ни соответственно мужа. Более того, мы видим, что Господь указывает на то, что брак относится к началу творения. Брак — это даже не то, что установлено законом Моисеевым или каким-то другим. Брак — это то, что входит в природу творения. И действительно, такова наблюдаемая реальность. Есть очень разные народы, у них очень разные культуры, люди по-разному совершенно выглядят, люди говорят на разных языках, люди по-разному одеваются, у них совершенно разные юридические системы, они исповедуют абсолютно разные религии. Но везде мы видим одну и ту же картину. Мужчина и женщина вступают в брак. Это как-то отмечается какими-то обрядами, это признается обществом, они живут вместе, они в общем случае производят на свет детей, они делят стов и постель. В любой культуре, в любой эпохе, в любой религии мы находим вот это явление. Брак. То есть это не что-то, установленное законом, закон только признает, что это вот так вот, что есть такая реальность, как брак. Независимо от конкретной законодательной системы, в любой культуре мы находим вот именно эту картину. Мужчина и женщина долгое время живут вместе, у них дети, они их вместе растят и воспитывают, и это брак. И это часть человеческой природы. Вот как, не знаю, там в природе птиц вить гнезда, так в природе человека вступать в брак. Это стоит вспомнить, потому что в современном мире мы сталкиваемся с попытками переопределить само понятие брака, чтобы брак уже означал нечто совершенно другое. И это, конечно, нелепо не только с точки зрения Библии, это нелепо с точки зрения человеческой природы, потому что брак — это союз мужчины и женщины, и это так в любой культуре. Но, конечно же, брак постоянно подвергается нападкам, он постоянно подвергается эрозии из-за того, что люди грешны и эгоистичны. Из-за того, что люди думают о себе, люди думают не о том, как угодить Богу, и не о том, как позаботиться о ближних. Но вот Господь говорит, что Божий замысел о браке — это мужчина и женщина, которые соединились вместе, и их нельзя разлучить. Они говорят ему, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться? И они ему приводят возражение от Писания, что в Священном Писании описана процедура развода, собственно, что нужно сделать, если мужчина хочет развестись? Он должен дать ей разводное письмо, то есть дать какой-то документ, который обеспечивает ей какой-то статус, который дает ей возможность вступить в новый брак. И Господь отвечает, Моисей, по жестокосердию вашему позволю вам разводиться женами вашими. Это очень интересное замечание. Мы видим здесь, что некоторые вещи Ветхозаветный закон допускает по жестокосердию людей. Что если запретить разводиться, нужно было просто убивать. И вот меньше развод — это зло все равно в очах Бога. Уже Ветхозаветный пророк говорит, что Бог ненавидит развод и говорит, не поступай вероломно против жены юности твоей. Но Ветхий Завет этот терпит, как некое меньшее зло. И Моисей дает некоторые заповеди по жестокосердию людей. То есть Слово Божие, оно носит такой поэтапный характер. И Ветхий Завет имеет дело с людьми, которые еще очень дикие и очень жестокие. И он медленно-медленно-медленно воспитывает их, приуготовляя их к приходу Иисуса Христа. Потому что иногда люди говорят, а как вот там в Ветхом Завете всякие дикости, всякие жестокости? Ну, конечно, там много дикостей и жестокостей, потому что Бог спасает не фей и эльфов, Бог спасает реальных людей. И эти реальные люди очень неприятные, действительно дикие и жестокие. И вот некоторые заповеди Моисея, они даны по жестокосердию людей. И далее Господь говорит, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. То есть это фактически Будд, когда человек оставляет свою жену ради другой, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Тут нужно уточнить, женившийся на разведенной прелюбодействует, имеется в виду тот, кто отбил чужую жену. Тем более, что у всех перед глазами Ирод, который женился на жене Филиппа, брата своего, его за это обличал Анкреститель. То есть, если он отбил чужую жену. Понятно, что бывают ситуации, когда женщина разведена 10 лет назад, и ее бывший супруг уже живет там с другой семьей. Это не значит, что на ней никогда нельзя жениться, она должна навсегда оставаться безбрачной. Речь идет именно о ситуации, когда мужчина отбивает чужую жену, разрушает чужой брак. Это, безусловно, запрещено. Конечно, это учение Господа о браке, оно может быть тяжелым для нашего времени, но оно истинно. Евангелие нас обличает в грехе, чтобы мы покаялись и исправили свою жизнь. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. В то время это тоже было нелегко. Человеческая природа, она эгоистична и падшая, и люди очень неохотно ведут себя, как им Бог предписывает. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскуплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного, кто может вместить, да вместит. Не все вмещают слово сие, но кому дано. И дальше вот эти слова о скопцах, которые в истории церкви воспринимались как богословение монашества, то есть ситуация, когда человек просто отказывается от брака, когда человек просто решает жить жизнью человека несемейного, жить в полном воздержании, не иметь семьи, не иметь детей для Царства Небесного. Конечно, были в XIX веке у нас в России такие страшные секты, которые понимали это буквально и совершенно буквально оскопляли своих членов, их преследовали власти, конечно, но они там достаточно глубоко были укоренены, и, конечно, это пример того, как буквальное толкование и толкование вне церкви может привести к очень глубоко привратному пониманию того, что Господь говорит, потому что, конечно же, речь идет о скопцах, которые сами себя сделали скопцами для Царства Небесного, речь идет о монашестве, речь идет о людях, которые отказались от семейной жизни ради Царства Небесного. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Возложив на них руки, пошел оттуда. В античности и в средние века не было такого сентиментального отношения к детству, как сейчас. Жизнь была очень тяжелой, детская смертность была очень высокой, и на детей не смотрелись с таким умилением, как сейчас, и просто их рассматривали как досадную помеху. Но Господь сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне. Таковых есть Царство. Почему Царство принадлежит детям? Потому что дети готовы его принять с верой. У них нет претензий, они не пытаются утвердиться в этом мире, они готовы принять это Царство. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что здесь делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Это фраза, которая многих смущает, потому что иногда людям кажется, что это звучит, как будто Иисус отрицает свое божество, что «я не благ, я не Бог», но на самом деле он здесь его утверждает, потому что Иисус, несомненно, претендует на благость. Во многих местах мы видим, как Иисус говорит о себе, как о безгрешном. Это поразительно, потому что чем человек обычно духовно выше, тем отчетливее он сознает свою греховность. Но здесь Иисус говорит о своей безгрешности. Например, в Евангелии от Анна Христос говорит, «Я всегда творю то, что угодно Отцу». Или «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» То есть Иисус как раз себя благим считает. Никто не благ, как только один Бог, Он указывает на свое божество. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не уже свидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это я сохранил от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человекам невозможно, Богу же все возможно». И вот этот юноша хочет вроде бы обрести вечное спасение. Он спрашивает, «Как?» И Христос ему говорит, «Ну, соблюди заповеди». А юноша говорит, «Да я все сохранил от юности моей». И, наверное, он не врет при этом. Наверное, он полагает, что его совесть чиста. Ну, действительно, наверное, не воровал, не прелюбодействовал, не выступал с ложными свидетельствами в суде. И, наверное, это хороший, вполне себе нравственный человек. Но Иисус ему говорит, «Если хочешь быть совершенным, поди продай имение твое и раздай нищим. Будешь иметь сокровищ на небесах, приходи, следуй за Мною». И тут выясняется, что праведность перед Богом это нечто большее, чем гражданская добропорядочность. Видимо, этот юноша гражданский, добропорядочный, вполне человек. Но праведность перед Богом это готовность предпочесть Бога чему бы то ни было еще. И первое же испытание показывает, что этому юноше его имение важнее, чем Бог. Но не против бы обрести жизнь вечную, не против бы угодить Богу, но так, чтобы не лишиться своего имения. И это показывает, что, увы, именно вот любовь к кемению его удерживает. Он отошел с печалью. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорил им, что трудно богатому войти в Царство Небесное, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. И поскольку большинство людей небогатые и богатых не любят, это воспринимается как-то с таким чувством глубокого удовлетворения. Вот так им и надо, богатым, чтобы они в Царство не вошли. Тут не говорится, что невозможно войти. Говорится, что трудно. Очень трудно. Почему? Потому что человек, который богат, он легко начинает уповать на это богатство. Он начинает думать, что все куплю. он видит какое-то определенное свое могущество в этом мире, которое ему дает деньги, и он приобретает такое неверие в Бога, потому что Бог ему становится не нужен. У меня все есть. У меня достаточно денег, чтобы купить все, в чем я нуждаюсь. Однако же были и есть богатые люди, которые понимали, что все, что они имеют, это от Бога, и что все это им дано, чтобы послужить Богу. Мы знаем, что много больниц в Москве построено было богочестивыми купцами, например. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Для человека Ветхого Завета богатство – это хорошо. Богатство – это знак Божьего боговоления. Бог благословил человека богатством. Бог его любит. Бог ему послал вот столько всего. И если даже этот человек, на котором лежит явная печаль Божьего богословения, трудно ему войти в царство, кто же тогда может спастись? И Господь отвечает, человеком это невозможно. Богу же все возможно. То есть спасение – это вообще не что-то такое, чего человек может добиться. Это то, что делает Бог. Спасение – это дело Божие. Богу возможно нас спасти. Мы сами спастись не можем. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». В покибытии, то есть в жизни будущего века, вы сядете на двенадцать престолах судить двенадцать колен Израилевых. У нас в современном русском языке слово «судить» носит такой пугающий негативный характер. Так устроена система юридическая, что человек, который попал под суд, оправдательных приговоров бывает очень немного. То есть это очень большая неприятность попасть под суд. Но в Библии судить – это значит устанавливать справедливость. Это что-то близко к понятию властвовать, править. Судья, его миссия не столько в том, чтобы карать злодеев, но это одно из его дел. Его миссия прежде всего в том, чтобы восстанавливать справедливость. И вот они будут судить двенадцать колен Израилевых, то есть обретут такую высокую славу и честь. «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми и последними, и последние первыми». То есть человек, который оставил все, чем он обладал, ради Иисуса Христа, он обретет великую, величайшую награду. Мы с вами прочитали девятнадцатую главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание Продолжение следует...